Все, кто любит КВН, помнят блистательную команду из Томска и их черно-белые сценические костюмы. Шутки детей лейтенанта Шмидта мгновенно улетали в народ, а на самих выступлениях зрители вытирали слезы от смеха. Но звездой, душой, символом команды был, безусловно, капитан Григорий Малыгин. Вот, иду я по Кремлю, и тут Борис, для вас, Николаевич, подходит ко мне и говорит человеческим голосом. Ну, а жизнь вообще как? Я говорю, лучше не бывает. Он говорит, бывает. И ушел. Его ждала блестящая карьера в кино и шоу-бизнесе. Но трагедия прервала жизнь талантливого артиста. Григорий родился в маленьком городе Северс, находящемся в Сибири. Парень с раннего детства проявлял творческие способности. Он участвовал во всех школьных мероприятиях, много шутил и был душой любой компании. Но после учебы Гриша решил пойти по стопам родителей и поступил в технический вуз. Именно там он впервые начал играть в КВН. После окончания учебы он создал команду «Томские козырьки». В родном городке Григорий Малыгин быстро стал местной знаменитостью, но ему было тесно в провинции. Молодой человек мечтал о большой популярности и востребованности, и шанс получить это был ему предоставлен. В 1996 году Григорий возглавил команду КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Команда находчивых и забавных молодых людей быстро привлекла внимание зрителей и судей. Спустя два года коллектив завоевал звание чемпиона высшей лиги. Григорий активно принимал участие в написании материала, им интересовались продюсеры, а Константин Эрлст предлагал стать ведущим собственного ТВ-шоу. Тогда Григорий отказался, считая, что КВН станет его основной деятельностью, но позже назвал это решение самым глупым в своей жизни. Впрочем, даже после завершения карьеры в КВН Григорий оставался востребованным. Он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», сериал «Дикий», «Метод Лавровой». Появлялся артист и в юмористических шоу «Слава Богу, ты пришел», «Хорошие шутки». Личная жизнь артиста также сложилась удачно. Жена Виктория вскоре после свадьбы подарила ему дочь Кристину, а спустя некоторое время в семье родился сын Артур. Отец много времени уделял воспитанию и развитию детей. Григорий мечтал о том, что сын вырастет и станет футболистом, а дочь – врачом. Сам актер мечтал о серьезных ролях в кино, но после КВН его видели исключительно весельчаком и балагуром. Григорий считал, что со временем сможет сменить амплуа, однако возможному успеху препятствовала трагедия. В июле 2012 года на Малыгина совершили нападение неизвестные злоумышленники. Григория сильно избили и ограбили. Врачам удалось спасти ему жизнь, но после серьезных травм требовалась продолжительная реабилитация. Григорий не удержался от активной деятельности и спустя месяц после происшествия отправился в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта» на фестиваль в Геленджике. Уговоры близких и докторов не остановили его от поездки. На сцене артист был привычно весел и харизматичен, но его терзали ужасные боли, которые приходилось превозмогать. По возвращении домой Григорий планировал продолжить лечение, но, к сожалению, не успел. Супруга нашла тело мужа бездыханным в квартире. Причиной смерти, по официальной версии, стала остановка сердца. Артиста похоронили на родной земле в Томске. Ему было всего 42 года. Вечная светлая память. Вечная светлая память. Вечная светлая память.